здравствуйте дорогие подписчики и зрители моего канала сегодня я хочу рассказать о знаменитом проекте который считается первой крупной реализацией современного движения в архитектуре в 1927 году штутгарте крупном старинном и промышленном городе на юго-западе германии состоялась выставка современного жилища на ней был представлен 21 дом с новаторскими планировками формами и обстановкой дома были построены из различных новых материалов выставка была организована немецким вербунтом и властями штутгарта что такое немецкий вербунт рабочий союз этот союз был создан в германии в 1907 году 12 архитекторами и художниками и 12 предпринимателями с целью поиска современных соответствующих духу времени форм в дизайне и архитектуре и внедрение их массовое серийное производство современные художественно осмысленные дома интерьеры и предметы обихода должны были по мысли создателей вербунта облагородить жизни простых немцев в начале 1920-х годов член вербунта густав штоц организовал в штутгарте несколько выставок вербунта в частности выставку форма имея в виду форму без украшений а в двадцать четвертом году он предложил устроить выставку современное жилище идея состояла в том чтобы построить современные экономичные дома с применением новых строительных технологий и материалов открыть их для посещения публикой на несколько месяцев а затем предоставить для проживания обычным людям в 1925 году главным консультантом выставки был назначен архитектор мисс ван дер роя неименитый но хорошо известный в узких кругах сторонником новой архитектуры и вторым консультантом вальтер курт беррент архитектурный критик соглашение о проведении выставки подписали председатель вербунта и обер бургомистр штука списки участников были утверждены 26 году а так даже поступили проекты 1 марта 27 года началось строительство а уже 23 июля того же года выставка была открыта за последующие три месяца ее посетила полмиллиона человек параллельно с выставкой реальных домов в центре штутгарта была устроена международная выставка чертежей макетов и фотографий современной архитектуры там был представлен на 531 проект из разных стран в том числе 9 архитекторов представляли советскую россию исторический центр штутгарта лежит в долине реки никар в так называемом штутгардском котле окруженном высокими холмами с плавными склонами склоны начали застраиваться в 19 веке односемейными домами на бровке вот такого удачного южного склона в районе предназначенном для малоэтажной застройки и был предоставлен участок городской земли для осуществления проекта строительство финансировалось городским бюджетом и дома стали собственностью города мисс вандерой придумал концепцию нового поселка исходя из идеи сделать единый ансамбль чтобы отдельные дома разных архитекторов подчинялись целому не слишком выделяясь вот так выглядело первое его предложение по сути скульптура ряды домов с плоскими крышами поднимаются по склону холма повторяя его очертания участки выровнены с помощью подпорных стен наверху стоят самые высокие многоквартирные дома архитектура порывает с какой-либо традицией форма ее абстрактные и универсальные но городские чиновники не интересовались новаторской архитектурой им не нравились дорогостоящие подпорные стены и отсутствие подвалов в домах войну проекту объявили и маститые архитекторы профессора представители консервативной штутгарской школы пауэль бонатс и пауэль шмидтхеннер бонатс назвал проект нецелесообразным художественно ремесленным и дилетантским он писал что громоздящиеся в непривычной тесноте на террасированном холме кубы с плоскими крышами выглядят как пригород иерусалима а не штутгарта шмидтхеннеру дома напомнили итальянское горное оселение он писал что такая архитектура будет стоить в два раза дороже чем разумная бонатс даже сделал эскиз альтернативного генерального плана такая грубая бесцеремонная критика не понравилась городским властям они выразили доверие миссу но генеральный план все же претерпел изменения от террасирования отказались дома были построены наверху холма концепция домов с плоскими крышами повторяющими изгиб склона сохранилась но объединены они были глухой белой оградой на самой высокой точке как хребет поставлен длинный многоквартирный дом вопросом принципа для миса было пригласить к участию сторонников современной архитектуры из разных стран чтобы продемонстрировать интернациональный характер современного движения отвечающий интернациональному характеру промышленной эпохи это удалось сделать хотя с приглашением ле корбюзье возникли большие трудности ведь он был из французской швейцарии а франция была врагом но все-таки его и пьера жанре его компаньона позвали как единого кандидата в итоге дома в эсенхофе строили 16 архитекторов из германии австрии бельгии голландии и швейцарии помимо новаторских форм и строительных материалов внутренняя отделка и обстановка тоже должны были быть новаторскими концепцию хорошо выражал плакат на нем изображена темная комната забитая резной мебелью коврами и безделушками устаревший интерьер перечеркнут крест-накрест красной краской внутренняя отделка должна была быть максимально удобной для уборки штукатуренные стены линолеум мебель простой и строгой особое внимание уделялось правильной организации кухонь для консультации была приглашена глава ассоциации домашних хозяек штукорта так называемый хребет трехэтажный дом с четырьмя секциями в каждой из которых по шесть квартир спроектировал сам мисс вандерой а конструкции дома стальной каркас с кирпичными оштукатуренными стенами для жилого дома это было новаторским решением каркас применялся только при строительстве промышленных административных зданий благодаря каркасу удалось сделать лежачие окна на всю ширину комнаты а главное достичь максимальной вариативности планировки квартир жесткую привязку стоякам водопровода и канализации имели только кухни и санузлы остальные помещения в квартирах создавались с помощью перегородок и мебели которые можно было передвигать это была главная идея миса совместить два противоположных требования времени типизации строительства с одной стороны и растущего многообразия индивидуальных требований планировки с другой он поручил 28 молодым архитектором спроектировать 24 разные планировки для разных жильцов для холостяка молодой дамы работающей женщины для семей с детьми сам мисс оборудовал три квартиры в них только в зоне входа были четко выделены помещения ванной и кухни остальное формировалось как единое перетекающее пространство с помощью мебели и перегородок чтобы создать ощущение большего пространства мисс применял двери доходящие почти до потолка квартир в этом доме мисс развил свои идеи новых способов организации пространства которые он применил в домах в крефельде и в павильоне на выставке в барселоне для своих квартир мисс заказал консольные стулья из гнутых стальных труб с полукруглой передней частью идея использовать стальные трубы принадлежала марту стаму но мисс интерпретировал ее по-своему мебель из стальных труб он будет делать в дальнейшем создаст знаменитые серии барселона и брдно для понимания новаторство мисс можно сравнить его дом со вторым многоквартирным домом в поселке построенным петром бернсом этот дом также имеет плоские крыши но построен в массивной кладке из пустотелых помзоблоков с неизменяемыми внутренними стенами дом состоит из трех секций высотой от одного до четырех этажей сдвинутых так что плоская крыша низкой секции служит открытой площадкой расположенной сзади высокой получился дом в котором у каждого есть большая терраса в квартирах этого дома тоже большая комната является холлом в которой выходят остальные помещения а коридоры сведены к минимуму но планировка квартир неизменяем а окна обычные они ленточные поселке были построены два блокированных дома один на голландским архитектором якобы сама аудом он состоит из пяти одинаковых домов дома двухэтажные с тремя спальня как и другие архитекторы ауд получил от общества домохозяек программу кухни и хозяйственной зоны он тщательно решил этот вопрос дома сдвинуты к северной границе участка повернутой кухней на север там сделан хозяйственный дворик расположен черный вход а на южную сторону выходит общая комната и с этой стороны со стороны сада предусмотрен парадный вход дома построены из монолитного железобетона аут выполнил всю программу по стоимости его дома соответствовали требованиям у строителей выставки он вовремя предоставил полный комплект чертежей архитектор сам обставил один из домов критики писали что для каждой функции он нашел наилучшую и приятную форму что это не памятник а жилой дом второй голландский архитектор март стам построил блокированный дом из трех двухэтажных клубов стам был коммунистом он решал жилищную проблему стремился создать дома максимально экономичные и удобные доступные для всех за счет специализации и серийного производства но результат не соответствовал намерениям его домах появилась комната без прямого освещения которую трактовали как комнату прислуги хотя сам он говорил что эта комната для ребенка что конечно не менее ужасно и в 1927 году было уже недопустимо и справедливо подверглось критике можно было избавиться от этой комнаты отказавшись от помещения для гимнастики при ванной комнате но он этого не сделал так как сам был фанатом физических упражнений два дома обставил сам стам третий преподаватель баухауза марсель броер они применили мебель с ножками из стальных труб и сенсации были консольные стулья стама первые стулья подобного типа должны стать стульями века свои дома архитектор хотела окрасить в белый цвет но руководство строительством окрасила их в голубой а остальной каркас который он хотел применить заменила на каменную вкладку в дальнейшем стам продолжит попытки решить жилищную проблему проектируя типовые дома для серийного производства составе бригады арнста майя он поедет в советский союз строить соцгорода кстати проживет там 87 лет доказав пользу физкультуры остальные дома в поселке были одна и двухсемейные лишь 8 из них сохранились 9 были разрушены при бомбежках города во время войны ле корбезье с пьером жанре построили односемейную виллу и блокированный дом на две семьи конструкция обоих домов стальной и железобетонный каркас заполнением из бетонных блоков это были конечно самые оригинальные дома в поселке вот уж где экспериментировали с пространством корбезье постарался реализовать все свои идеи во многом это ему удалось смета превысила заданную в два раза чертежи запаздывали в отличие от дисциплинированных ауда и франка односемейная вилла имеет четыре этажа на первом находится котельная и входим мы мимо нее что получилось из-за ошибки автора с оценкой рельефа изначально вход планировался с нижнего уровня котельная на втором этаже в построенном доме на втором этаже единое пространство гостиной столовой с камином посредине и кухня с комнатой для прислуги гостиная двусветная спальня родителей на третьем этаже выходит в нее открытым балконом а ванна отделена невысокой перегородкой такое решение у посетителей выставки вызвало живейший интерес нужно быть аморальным представителем богемы чтобы прожить хотя бы 10 дней в подобном доме написали в одной из газет на четвертом этаже дома детские спальни выходят на большую террасу двойную виллу удалось поднять на ножки входим мы под домом на первом этаже комната для прислуги лестница находится в отдельном объеме в котором появилось небольшое открытое помещение так как пандус не получился на втором этаже вдоль дворового фасада проходит коридор шириной 70 сантиметров в которой как купе в вагоне поезда выходят комнаты и кухня они также связаны между собой в анфиладу с помощью раздвижных перегородок стойки каркаса стоят внутри помещений что сделало возможным ленточное остекление спальные места убираются днем в стенные шкафы корбезье и хотел сделать синтез салон вагона и спального вагона чтобы посетители выставки с пивными животами не застревали во время осмотра дома их движение пришлось организовать в одну сторону сверху с плоской благоустроенной крыши открывается прекрасный вид на проекты мебели корбезье так и не прислал их делал молодой швейцарский архитектор альфред рот надзиравшие за строительством и делавшие рабочие чертежи он же написал статью об этих домах которые корбезье прибавил описание своих пяти принципов архитектуры дома в эссенхофе стали первыми в которых он почти полностью воплотил свои идеи в области жилья дальнейшем мы увидим и дома на ножках и плоские эксплуатируемые кровли и спальни на открытых антресолях и убираем в противоположность корбезье австрийский архитектор йозеф франк уложился в смету и вовремя представил полный проект он построил двухэтажный блокированный дом на две семьи с детьми и прислугой в одном доме все приборы и отопления были электрическими во втором газовыми дома франка прекрасно спланированы единое помещение гостиной столовой зонирована с помощью глубокой лоджии обращенный в сад все три спальни на втором этаже обращены на юг в сад и имеют выход на террасу дома франка были уютными удобными дразняще консервативными по сравнению с другими авторами он обставил их обычной мебелью это соответствовало взглядом архитектора который он изложил статье для журнала верболта франк считал что дом не может быть обезличенной функционирующей машины что дом имеет духовную форму архитектор это художник а не бюрократ он не должен заниматься цепизации типы жилища возникнут сами по себе жилье нельзя обставлять теми же типами мебели что офисы и фабрики где человек трудится в поте лица без всякого удовольствия в таком жилье человек не найдет себе покоя есть ряд функций например кресла которые не изменились с древних времен и давно достигли совершенства мы сейчас прекрасно можем сидеть в кресле людовика 15 архитекторы уже 40 лет пытаются найти для этих функций новые модные формы что не является их делом нельзя каждый год изобретать новый стиль все это противоречило взглядом миса карбюзье и стама таким образом критика современного движения раздавалась не только из среды пожилых консерваторов после войсенхофа франк организует подобную выставку верхбунда веня а затем эмигрирует в швецию где будет участвовать в проектировании массового жилья и станет одним из основателей шведской школы дизайна дом войсенхофе построил и ханс шарун хотя изначально власти отказывались его привлекать из-за его художественных взглядов дом получился хоть и скромным это самый маленький дом войсенхофе но отражающим индивидуальность шаруна конструкции стальной каркас с заполнением клипами термос за исключением комнаты прислуги весь первый этаж решен как единое пространство разделенное встроенными шкафами от входа до выхода в сад через дом проходит единая ось так что уже от входа мы видим сад справа расположена кухня слева гостиная столовая разделенная на три части белье и перепадом в уровнях две ступени через большое окно двери столовой можно выйти на террасу диван поставлен поперек так что он отделяет столовую и в то же время с него открывается вид на город через большое окно в кухне плита и мойка доступны с трех сторон шарон первым предложил такое решение о нем забыли и гораздо позже представили как новую грандиозную идею второй этаж дома почти в два раза меньше первого там находится три спальни и ванная все они выходят на большую террасу простой кубический объем дома с выступами и уступами усложнен двумя закруглениями лестницей и угла гостиной шарон хотел сделать свой дом цветным снаружи и внутри основной объем дома белый вертикальные поверхности светло-серые низ горизонтальных поверхностей английская красная из несохранившихся домов хорош был дом немецкого архитектора ханса польца он был прост хорошо продуман рельеф удачно использован для решения дома на половину в два на половину в три этажа вход был на втором этаже кухня большая просторная гостиная и отдельная столовая выходили на открытую террасу откуда был спуск в сад на третьем этаже две спальни тоже имели выходы на просторную террасу дом был элегантно обставлен самим польцогом и его жену сохранились описание красочной обстановки лакированные сине-зеленые и томатно-красные шкафы серо-сине-зеленая бархатная обивка кресел и стульев дом был построен из нового экспериментального материала древесно-цементных плит который себя не продал интересен был также дом представители баухауза людвига и дизайнера он располагался на перепаде рельефа основные помещения находились на верхнем этаже просторная гостиная столовая имела выход на террасу на нижнем этаже была комната прислуги с отдельным входом в этом доме как и в других была применена встроенная мебель вальтер группиус директор баухауза построил два односемейных дома один со стальным каркасом заполненным пробковыми плитами другой из пустотелых пензопитонных блоков группиус говорил что вейсенхофф это эксперимент по переводу строительства на промышленную основу критики писали что доктринерство баухауза придает домам группиуса черты сухого педантизма и создает впечатление временных бараков что делает их не очень привлекательными дома были обставлены мебелью марселя броуэра с металлическими элементами критики говорили что его металлические стулья хотя и удобные но воспринимаются не как стулья а как машина для сидения и имеют в себе что-то пугающее механическое вызывают ассоциации с кабинетами зубных врачей выставка произвела фурор а после закрытия дома были заселены жильцами итог был признан положительным но было и много технических недостатков бетонная не был правильно просушен некоторые экспериментальные материалы технологии не оправдали себя под влиянием вассенхофа проектировались экспериментальные жилые поселки венья праги и бреслау и цюрихи в стокгольме была устроена выставка функциональной архитектуры и дизайна о которой я рассказывала в одной из лекций о стокгольме противовес висенхофу штутгартские консерваторы под предводительством пауля шмидхеннера построили поселок кохенхоф с деревянными домиками со скатными крышами отдельными комнатками чуланами окнами составнями и фасадами окрашенными пастельные цвета они пользовались большой популярностью в 1933 году ситуация изменилась новые власти официально заявили что поселок висенхоф является доказательством упадка немецкой архитектуры существующий общественный интерес всех патриотически настроенных немцев состоит в том чтобы запретить проведение таких космополитических экспериментов нельзя допустить дальнейшего уродования нашего красивого города штуккарта была даже нарисована вот такая карикатура 1939 году дома расселили собирались снести во время войны дома карбюзье использовали как позицию для зенитных орудий ну собственно поэтому и часть поселка была разрушена после войны дом бернса перекрыли скатной крышей но дома вновь стали жилыми а в 1956 году сохранившиеся дома были объявлены памятниками архитектуры и поставлены под охрану после 81 года проведена их санация и реконструкция во всех сохранившихся домах по-прежнему живут обычные люди и только двухквартирный дом карбюзье выкуплен и в нем устроен музей висенхофа на сегодня это все спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайки и присылайте свои вопросы в сфере в Fuara в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...